Цель пресс-конференции, на которую сегодня пригласились журналистов, информирование граждан о возможных наказаниях в случае неисполнения постановлений ГИБДД об административном правонарушении за неуплату штрафа в добровольном порядке, и также уведомить неплательщиков, по какому принципу осуществляется снятие денежных средств с их банковских карт за административное правонарушение. Сегодня в Полевском районном отделе на исполнении находятся 10 192 административных дела, вынесенных сотрудниками ГИБДД. Общая сумма штрафов составляет 8 миллионов рублей. У наших граждан и водителей есть права, но у них еще есть обязанность. Одна из обязанностей это оплатить административный штраф за нарушение правил дорожного движения 70-дневный срок, как это положено. Далее будет приниматься к нему меры. На данный момент в подразделении ГИБДД по Полевскому было составлено 147 постановлений об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. По этим данным было вынесено 17 постановлений об административных арестах, 14 об исполнении обязательных работ, 68 о наложении штрафа. На сегодняшний день это у нас проблема. Те люди, у которых больше 10 тысяч штрафов, вернее 10 тысяч рублей, на сегодняшний день у нас их 7 человек. 7 человек. Это недобросовестные граждане. По ним будут приниматься меры, как судебными приставами. Хочу еще раз граждан наших предупредить, чтобы потом не было эксцессов, почему у них со счетов снимают денежные средства. Необходимо вовремя оплачивать свои административные штрафы. Старший инспектор исполнения административного законодательства Татьяна Обручникова отметила, что за неуплату штрафа в установленные сроки предусматривается штраф в двойном размере, но не менее 1 тысячи рублей. Кроме того, ответственность за данный вид административного правонарушения предусматривает арест штрафника на срок до 15 суток. Более того, за неоплаченные штрафы могут привлечь и к обязательным работам. Двигаясь на транспортном средстве, нарушили правила дорожного движения, им вынесен был штраф. Они его не платят. Они почему-то считают, что если они идут пешком, то на них действие статьи 20.25 не распространяется. Я хочу пояснить тот факт, что данная статья распространяется на всех участников дорожного движения. На водителей, велосипедистов, пешеходов, пассажиров, абсолютно на всех участников. Ты можешь пойти пешком, но если тебя задерживают, проверяют, объясняется факт неоплаты штрафа, на тебя составляется такой же материал, как и на водителей. То есть здесь абсолютно все равны, все участники дорожного движения. Мы узнали у жителей нашего города, а что они думают по этому поводу. Удвоения штрафов могут повлиять, но процентов на 20-30, это мое мнение. Потому что у тех людей, у кого есть деньги, им бесполезно. Они будут нарушать, и они заплатили, дальше поехали. Им-то не страшно. Но административные работы, могут быть общественная работа, может быть и полезно. Ну, конечно, плохо, но все равно законы есть, законы надо все равно их выполнять и стараться. Может, денег нет или как, но все равно ходят, вроде завод-то работают. Но надо все равно выполнять эти законы и выплачивать, стараться. А как вы считаете, такие меры, как удвоение размеров штрафа, административный арест, обязательная работа, могут как-то повлиять на жителей нашего города, чтобы они старались вовремя оплачивать штрафы за нарушение? Ну, конечно, это тоже двойные размеры штрафы. Не знаю, это тоже большие и большие. Ну, есть, когда за сидение ребенка, без сидения, 5 тысяч штрафов, но и дадут ему двойной, так все равно 10 тысяч, так зарплата не позволяет. В общем, да и 5 тысяч, так и то зарплата тоже ощутимая будет штрафы. Судебные приставы совместно с ГИБДД решили активнее бороться с неплательщиками штрафов и приложить больше усилий, чтобы ограничить им выезд за рубеж. Подобные ограничения формально существуют не первый год, но многих злостных нарушителей они пока не коснулись. Проблемы с выездом за границу грозят только тем, у кого общая сумма неуплаченных штрафов превысит 10 тысяч рублей. Сейчас мы совместно с сотрудниками ГИБДД будем направлять заявление в суд об ограничении. Если у человека есть такие у нас злостные неплательщики, у которых по 38 тысяч, по 40 тысяч, просто не оплачивают штрафы. Они считают, если вынесли штраф, скомкали, выбросили, забыли. Думают, что это все безнаказанно. Я всем говорю, что это безнаказанно ни у кого не пройдет. И должник будет ограничен. Данные суммы будут взысканы за счет имущества должника. Также мы можем проводить аресты автотранспортного средства. Потому что некоторые у нас злостные должники уже зашкаливают за 50 тысяч. Практика показывает, что нередко в силу каких-то обстоятельств госавтоинспекции не получают информацию об уплате административного штрафа. С 2008 года водители не должны предоставлять в полицию чек об уплате правонарушения. Однако на сегодняшний день не все банки передают эту информацию. В итоге МВД не располагает полной информации об уплате штрафов. По словам начальника отдела судебных приставов Елены Насыровой, при возбуждении судебного производства денежные средства могут быть списаны с банковской карты. Должник должен быть об этом уведомлен, и ему предоставляется 5 дней, чтобы оплатить штраф в добровольном порядке. Если должник оплатил штраф, а судебные приставы взыскали повторно, денежные средства возможно вернуть. В таком случае он может обратиться в отделение полиции, написать заявление, которому прикладывают следующие документы. Копию паспорта, копию реквизитов, куда должны быть перечислены деньги, и квитанцию об уплате штрафа. Алина Меньшина, Константин Миронов, Новости Полевского. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok